В Таразе школу, построенную в 1944 году, местные власти не торопятся признавать аварийной. Хотя учителя перед каждым учебным годом просят чиновников выделить деньги на капитальный ремонт здания. Рассказывает Анастасия Сулейманова. В этом году средней школе номер 16 исполняется 75 лет. Именно столько времени она не видела капитального ремонта. Здание учреждения буквально трещит по швам, а деревянные полы ходят ходуном. Состояние школы поддерживают косметическим ремонтом, но толку от этого мало. Окна не закрываются, хочется их утеплять скотчем, стены облупливаются. Школа находится в полуаварийном состоянии. Стены приходится закрашивать ежемесячно, потому что выступает плесень, от плесени запах. В таких условиях обучаются полторы тысячи школьников. Родители опасаются за здоровье и безопасность детей. Штукатурки нет уже. Невозможно. Дети наши будущие. Они должны заниматься. Мы хотим, чтобы построили нормальную школу, чтобы детям безопасно было. Директор школ рассказывает, заявки на капремонт подают ежегодно. В управление образования сообщают, что решение о реконструкции примут только после заключения комиссии. В 85 школах области необходимо провести капитальный ремонт. Это итог проведенного мониторинга. В этом году на 26 школ готовы проектно-сметная документация и заключение государственной экспертизы. К слову, все 446 школ региона на 100% обеспечены интернетом. А в 42 отдаленных населенных пунктах, где нет школ, организован подвоз 800 детей в ближайшие образовательные учреждения. Анастасия Сулейманова, Бахаржан Папаев, Руслана Хотела, Тарас, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова